Пятое место. Кочевые муравьи. Можно встретить в Бразилии и Перу. В лесах Амазонки отличаются крючковатыми конечностями и светлым туловищем, вырастая до 15 мм в длину. Популяция постоянно мигрирует. Эти муравьи способны облепить человека, образовав живую массу и полностью уничтожить все мягкие покровы. Хотя вряд ли можно сказать, что они так уж опасны, так как не представляют прямую угрозу человеку. Несмотря на то, что в северных широтах ядовитые муравьи практически не встречаются, всегда стоит проявлять осторожность в дикой природе и не вступать в прямой контакт с неизвестными видами насекомых, так как последствия могут оказаться весьма серьезными. Четвертое место. Муравей-пуля. Населяет тропические леса на территории Южной Америки, вырастает до 25 мм. Цвет черный. Ведет себя агрессивно и может сам нападать на человека. Также способен издавать громкие и неприятные звуки в момент агрессии. Укус не смертелен, но вызывает резкие и неприятные болевые ощущения, которые могут продолжаться до нескольких дней. В списке самых опасных муравьев в мире стоит на четвертом месте, а вот по болезненности укуса в рейтинге Джастина Шмидта первое. И по ощущениям приравнивается к огнестрельному ранению. Третье место. Желтый муравей. Скорее всего, вы подумали, что это какой-то безобидный лассиус флаус. Но если вы так подумали, вы очень сильно ошибаетесь. Ведь этот муравей настоящий убийца. В Аризонии, США, можно встретить довольно безобидных на вид маленьких желтых муравьев. Но не стоит заблуждаться. Вероятность гибели от укуса такого муравья очень велика. Не случайно в нашем рейтинге они расположились на третьем месте. Всему виной развитие сильнейшей аллергии в месте укуса и появление отечности, часто приводящей к печальным последствиям. Любопытно, что в России обитает неядовитая разновидность желтого муравья, завезенный сюда из Индии в 19 веке. Тот самый лассиус флаус. Второе место. Огненный муравей. Второе место по уровню опасности для человека занимает этот вид, обитывающий в Северной Америке. В последние годы, к сожалению, встречающийся и на территории России. Отличительная особенность соленопсис инвикта – глубокий красный оттенок, как бы предупреждающий об их опасности. Через жало они впрыскивают яд, вызывающий сильные болезненные ощущения и химический ожог. А в некоторых случаях анафилактический шок, приводящий к смерти человека. От одного-двух укусов ничего страшного не случится. Но дело в том, что огненные муравьи атакуют группами, а с таким количеством яда организму совладать гораздо сложнее. Первое место. Муравьи-бульдоги. Это без преувеличения самые опасные муравьи в мире. Обитают в лесах Австралии, вырастая до 45 мм. Они имеют мощное туловище и основательные челюсти с массивными зазубринами. Даже простой укус таких челюстей может быть болезненным. Но бульдоги способны не только кусать, но и жалить свою жертву. Яд Мермеция Гулоса крайне токсичен, что усугубляется тем, что бульдоги тщательно охраняют свои муравейники и крайне агрессивны. От их жал ежегодно погибает огромное количество людей по неосторожности, оказавшихся поблизости от муравейников. Даже от нападения акул или укусов ядовитых пауков, вместе взятых, в мире погибает меньшее количество людей. Вот такие муравьи у нас бывают опасные. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Если не понравилось, дизлайк. Мне это не очень понравится, но главное честность. А на этом я с вами прощаюсь. Продолжение следует...